Слово имеет Огородников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор. Его тема «Лень на сущности буржуазной демократии и диктатуры претряда. Актуальные мысли». Приготовиться к товарищу Тюлькину. Дорогие товарищи, вот тут мой старый во всех отношениях товарищ Казенов выступал, профессор Казенов, и говорил о том, как там у нас преподавали, да, немножко тут и председатель наш, Т. Галко, говорил в свое время в Советском Союзе, как преподавали марксизм или нету, да. Вот у меня уже 50 лет стукнуло, не мне, а моему стажу преподавания философии в вузах Ленинграда. Понимаете, уже только преподаю 50 лет. Но надо сказать, что не так и преподавал. Базиса настройка в единстве и дилектическом, но, конечно, базис остается базисом. Но я сейчас не буду этот момент затрагивать. Но вот все проблемы, которые были подняты, в том числе и в интереснейшем последнем выступлении, Мелого нашего товарища, да, они вот, вы знаете, куда упираются? В том числе и вот тема моя, которую я взял, да, соотношение демократии и диктатуры пролетариата. Упираются вот в один важнейший вопрос, да, вот как решить, почему это вот такая эксплуатация, огнет буржуазный, в чем основание, да, вот этих цифр-то, откуда они, да, как это получается возможным? Ну, Маркс и Юнгельс в манифесте коммунистической партии еще на этот вопрос ответили очень четко. Коммунисты могут, всем это известно, но я все-таки воспроизведу, могут свою задачу изложить в нескольких словах. Ну, там в переводе, получается, разные слова. А что это за слова? Уничтожение частной собственности. Вот на чем все это базируется. В том числе проблема соотношения буржуазной демократии и диктатуры пролетариата Ленин во всех своих работах, а можно сказать, он эту проблему соотношения диктатуры пролетариата и демократии, буржуазной демократии, и демократии вообще, которая до сих пор у нас позиционируется, решает практически во всех своих работах, даже, так сказать, сугубо философски. Вот, работах. Ну и, конечно, очень Владимир Ильич сосредоточился на этих проблемах до революции непосредственно, государство революции, да, пишут, и вскоре после победы октября, ну, ему там судьба отпустила, кстати, к сожалению, очень немногие годы, но тут он очень много написал как раз по этой теме. Почему? Потому что это было архиактуально тогда, злободневно, но сегодня актуальность отнюдь не пропала этой проблемы, отнюдь не пропала. Вот уже говорили о том, что по существу Советский Союз, вот, знаете, как там Путин говорил, бомба подложена под нас, как Лениным было подложено, да не Лениным бомба подложена. А вот, упомянутым Никита Сергеевич Хрущевым подложено, вот, как раз это вот, когда лозунг дикатуры пролетариата отменяется, потому что у нас вроде победа социализма полная, окончательная, вот, практика показала, что не окончательная, да, и тогда вот государство всенародной демократии, вот эта демократия вообще, вот как это слово демократия, как ее обмусолили, как ее завозили, она стала уже одиозным таким термином, вот это слово демократия, да, демократ, это почти ругательство уже, да, вот если бы меня обозвали демократом, я бы обиделся, оскорбился, в Дракову полез, ей Бог, вот, и почему-то, потому что вот, вот эта демократия вообще, с чем Ленин и воюет, вот, выступая 4 марта 19-го года с докладом о буржуазной демократии и диктатуре политариата, прямо, так сказать, по моей теме, которая на первом конгрессе коммунистического интернационала, об этом уже упоминалось, кстати, в выступлениях, да, Ленин подчеркнул, что как раз вот те, кто себя называют социал-демократами, те, кто не называют себя социал-демократами, они все пользуются вот этим понятием, очень расвывчатым понятием демократия вообще, говорят о том, что целью является достижение какой-то чистой демократии, Ленин говорит, что вполне определено, что никакой чистой демократии, демократии вообще нет, старая философская проблема, да, это проблема соотношения единичного и общего, не основания обоснованного, да, что вспомнили тут, а единичного и общего, тоже диалектика, да, Вы помните, в средние века там разделились философы номиналисты и реалисты, номиналисты считали, что общее существует лишь в имени, то есть номинально, нет стола вообще, нет человека вообще, нет звезды вообще, нет демократии вообще, а есть вот только конкретное что-то, да, А реалисты средневековые считали, что вот эти общие, как общие сущности какие-то идеальные, ну тут с Гегелем вообще с объективным идеализмом связь большая есть, конечно, такая духовная, вот оно само по себе существует, мало того, творит конкретное, это общее, вот так и те самые социал-демократы, против которого выступал Ленин и нынешние наши представители совершенно явной буржуазной идеологии, буржуазного мировоззрения вместе с тем, они тоже выступают под флагом этой демократии вообще, что Ленин говорит, что демократии вообще нет, а что речь идет, о чем речь идет, о конкретной буржуазной демократии, но она не является вовсе демократией, почему, потому что Ленин в других работах показывает, я сейчас не буду цитаты, чтобы не затягиваться в уступлении, показывает, что демократия и государственность вообще несовместимы, это пустой звук для любого государства, демократия, ибо демократия это власть большинства, большинства, а во всех государствах, вплоть до социалистического государства, которое строительство началось только вот под руководством Ленина, во всех государствах была диктатура меньшинства, а это не демократия, и вот Ленин пишет, что демократия это власть большинства, коротко можно определить, и если речь идет о диктатуре пролетариата, как о диктатуре большинства, вот тут цифры были, кто работает, а кто ест у нас, кто работает, тот не ест, а кто не работает или делает вид, он ест, почему? Да потому что в руках вот частная собственность находится, вот где, так сказать, собака-то зарыта, и ее уже давно эту собаку отрыли, Маркс Эйнбис, а до сих пор все еще не так, не можем понять, вот этот хорошо подсовестился парень, стал долларом-миллионером за несколько месяцев, это у нас в 90-е годы лихие становились, да и сейчас скорость становления этих долларов-миллионеров ничуть не уменьшилась, как нам только что вы говорили в докладе тут. Так вот, почему, на чем? Кто владеет, тот и властвует, то есть власть, демократия, власть народа, да, дословный перевод, но это тоже общая фраза, ничего не говорит, но некоторые сущностные моменты подсказывают. Значит, если ты владеешь средствами производства, вот они, базисные отношения, то тогда вот ты властвуешь власть, не власть народа вообще, вот, а власть конкретных собственников вот этой. Если собственник народ, да, мы создали уже общенародное государство, о чем Никита Сергеевич на 22-м съезде поспешил заявить, все, создали, все социализм построен, теперь коммунизм, вот 20 лет построен коммунизм, да? Ну да, тогда, конечно, но это же была декларация, что мы построили окончательно, бесповоротно, социализм, это декларация, без аргументов, но, к сожалению, вот эти декларации, они становятся руководящими какими-то документами уже. Просто 8 минута. Да, вот видите, как вот тяжело все-таки философу быть кратким, да. Так вот, значит, возвращаясь к проблеме соотношения демократии, диктатуры, пролетариата, еще раз говорю, значит, если пролетариат составляет большинство, если пролетариат и есть костяк народа вместе с крестьянством, да, работающим крестьянством, не кулачеством, да, ну вот о чем Ленин тоже писал неоднократно, то, значит, тогда, конечно, власть большинства и есть демократия, и есть вместе с тем диктатура. Вот этого самого большинства диктатура. Вот. Ну, а если речь идет о власти меньшинства, что мы имеем сейчас, да, то здесь, конечно, никакой демократии даже говорить. Стыдно о демократии. Все наши декларации конституционные, начиная с первой статьи, которая декларирует, что у нас тут вот демократия, да, осуществлена и осуществляется, да, и потом перечисляет, что это такое, да, демократия, да, начиная с всеобщих выборов, вот это главное, да, это абсурд, всеобщие выборы, Ленин об этом пишет, всеобщие выборы, ну, я не буду цитировать, да, для сокращения, изложения своего. Значит, вот, как говорится, пафос моего выступления, я бы мог закончить словами Владимира Владимировича, но не Путина, а Маяковского. Время. Снова ленинские лозунги, развихрь. Нам ли растекаться слезной лужей? Ленин и сейчас, теперь живее всех живых наше знание, сила и оружие. Вот, так сказать, на этом. Спасибо. Спасибо.